Привет, дорогие ребята! Совсем немного осталось времени до итогового сочинения, поэтому в этом видео я решила с вами обсудить выигрышные клише для итогового сочинения за 10 минут. Первый абзац нашего итогового сочинения — это вводная часть или вступление. Что же можно использовать здесь, с чего вообще мы можем с вами начать? Первый вопрос, который мне задают мои ученики — можно ли переписывать тему, то есть сделать тему частью вашего итогового сочинения? На самом деле все зависит от того, что вы будете писать дальше. Сейчас я поясню. Если ваша тема звучит как «В чем проявляется любовь к отечеству?», вы ее переписываете в сочинение, а дальше просто начинаете рассуждать о том, что отечество — это родина, важна каждому человеку, человек не может терять связь со своими корнями, со своими традициями и так далее. Согласны, получается немного нелогично. Можно переписывать тему итогового сочинения только в том случае, если вы сможете органично вписать, то есть вставить ее в контекст вашего сочинения. Если это не получается, допустим, как в таких ситуациях, когда тема начинается со слов «Согласны ли вы с высказыванием Льва Николаевича Толстого?», то, конечно, не получится просто тему переписать. Ее нужно либо переделать, то есть переделать вопрос, чтобы потом на него отвечать, либо вообще не писать вопрос, а начинать сразу со второго пункта. Что значит второй пункт во вступлении? Я называю его «Определение понятия». Обычно ребятам очень тяжело начать, да, вот этот вот страх чистого листа. Поэтому вы можете дать определение ключевому понятию из вашей темы. Ученый — это то-то, да, там, отечество — это то-то, а наука — это неотъемлемая часть прогресса, да, или говорят, неотъемлемая часть общества, неотъемлемая часть жизни человека, в зависимости от того, какое понятие в вашей теме расположено. Честно вам скажу, мне не очень нравятся такие клише. С давних пор люди задумываются о том, что... Обычно вот это клише, да, представляет собой просто воду, плюс это клише уже стало таким штампом, и, конечно, проверяющие его распознают, это не очень хорошо выделяет вашу работу среди других работ. Это вот мое мнение, вы можете делать по-другому, писать там клише какое-нибудь, которое вы запомнили. Мне кажется, что лучше написать больше своих мыслей, чем клишированных фраз. И, наконец, после того, как вы дали определение понятия, здесь еще важно уточнить, что не нужно пользоваться словарем, да, то есть мы не пишем словарную статью, и мы не пишем вторую часть, да, ЕГЭ по обществознанию или по истории. Не нужно показывать, да, знание каких-то обществических терминов, так как все-таки итоговое сочинение — это прежде всего творческая, а не научная работа. Поэтому даем определение в свободной форме, то, как мы действительно понимаем то или иное понятие вот в нашей жизни, да, а не в науке. Третья часть — это тезис. Это ваше мнение, или я еще называю, да, тезис — ответ на вопрос темы. Для того, чтобы проверяющий сразу понял, что вы сформулировали тезис, необходимо начинать ваш тезис с такого клише «Я считаю, что…». Это беспроигрышное клише, оно не содержит в себе никаких речевых ошибок, оно нейтрально, подходит к нескольким стилям речи, поэтому можете свободно им пользоваться. Такие мои рекомендации тебе по написанию первого абзаца, и сейчас мы с вами рассмотрим клише для основной части, то есть для аргументации. Второй и третий абзацы — это у нас аргументация. Почему же два абзаца, спросите вы? Да, в критериях оценивания итогового сочинения указано, что достаточно хотя бы одного примера литературного для получения зачета в итоговом сочинении. Однако я всегда советую своим ученикам приводить два примера, и дело не только в количестве слов. Если вам по какой-то причине не засчитают первый аргумент, например, там вы допустили грубые фактические ошибки, или вообще этот пример никак не связан с темой, с вашим тезисом, его не засчитают. Тогда у вас будет в качестве запаса, так скажем, второй пример, который должны засчитать, да, если вы все-таки готовились к итоговому сочинению, читали произведение. Второй и третий абзацы строятся одинаковым образом. Первая часть — описание эпизода. Некоторые учителя говорят, что в итоговом сочинении вообще не может быть пересказа. Но, ребят, это просто невозможно. Для того, чтобы показать связь вашего примера с тезисом, вы должны описать конкретный эпизод, который, на ваш взгляд, иллюстрирует ту или иную проблему, ту или иную тему. Соответственно, вы должны кратко рассказать проверяющему, да, описать, что произошло в этом эпизоде. Описание эпизода строится на основании ответов на вопросы. Что, где, когда произошло и кто что там делал. Какие клише могут подойти в качестве, да, открывашек к вот этому описанию? Вспомним роман Булгакова. Здесь вы можете поставлять что угодно, да, вспомним повесть, вспомним рассказ или обратимся к рассказу Платонова. Эти открывашки можете использовать вот только в том случае, если вам действительно сложно начать, сложно писать. Вообще круто, когда нет никаких клише, и вы сами, да, комбинируете фразы и логически выстраиваете правильно, да, два аргумента. Однако, если у вас нет такого навыка или он плохо развит, вы можете этим пользоваться. Вторая часть, анализ эпизода. То есть, кроме описания, пересказа, при этом стоит отметить, что пересказ может быть не только, да, обычным, но и аналитическим. Что такое аналитический пересказ? Когда вы либо меняете хронологию событий в вашем пересказе, да, и делаете акценты на тех сюжетных перипетиях, которые, на ваш взгляд, действительно важны для понимания темы и для раскрытия тезисов. Вы также можете акцентировать внимание на каких-либо художественных деталях, которым уделяет внимание автор, да, и подробно рассказать про их роль. Перемежать пересказ с анализом. Такое тоже возможно. Если это тоже пока сложно, то просто пишем описание эпизода, но обязательно после описания эпизода у вас должен идти анализ вашего примера. Анализ примера отвечает на вопрос, как ваш пример доказывает тезис, который вы написали в первом абзаце. И здесь, что мы можем взять в качестве клише? Автор предостерегает читателя, да. Этот пример показывает, что автор считает, что, не знаю, там, поступок героя еще раз доказывает, и так далее, да, то есть здесь мы можем задействовать авторскую позицию, чаще всего именно так и делают, да, так же мы можем задействовать образ героя, это уже такой более высокий уровень, решать вам, как выстраивать итоговое сочнение и какие клише использовать, потому что итоговое сочнение это творческая работа. Вы вообще можете писать не один тезис в первом абзаце, а писать два тезиса, да, во втором абзаце и в третьем абзаце, если, допустим, ваши примеры подходят к теме, но с разных сторон, да, рассматривать эти примеры, и, соответственно, у вас тезисы тоже будут разными. Один положительный пример, другой, например, отрицательный. И теперь мы с вами обсудим третью часть структурного итогового сочинения или вывод. Поехали! Мое любимое клише для вывода это сочетание вводное таким образом, потому что оно такое же нейтральное, как вот открывашка для тезиса. Я считаю, что никто вам никогда не снимет баллы за это клише, а здесь в нем нет никаких речевых ошибок. Или можно использовать и так. Но главное, не допускайте ошибку многих выпускников, которые пишут таким образом. Можно сделать вывод о том, что таким образом это уже вводное сочетание, которое содержит в себе значение вывода. Не нужно дублировать смысл. Во-первых, это выглядит клишировано. И, во-вторых, есть риск получить, да, речевую ошибку. Конечно, на итоговом сочинения речевые ошибки отдельно не оцениваются в критерии грамотности, но, тем не менее, учимся сразу, чтобы и в сочинении ЕГЭ тоже писать грамот. Или можно использовать и так, да. Обратите внимание, если это вводное слово, мы пишем слитно слово и так. Не нужно использовать еще вот таких громоздких, да, клише. Исходя из вышесказанного, хочу отметить, что... Или, да, в заключении хочу сказать, что фраза выглядит громоздко и клишировано. Используйте простые сочетания, да, и пишите просто. Для того, чтобы ясно, четко выражать свои мысли, и при этом не потерять вот этого творческого элемента, который все равно должен присутствовать в итоговом сочинении. Ну и последнее наставление. Ребята, вот от души советую вам, получите кайф, пожалуйста, на итоговом сочинении. Многие ребята, ну, сдадут то итоговое сочинение, так как это просто зачет, и не вы первые, не вы последние. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы запомнили, как такой первый серьезный экзамен в вашей жизни, от которого вы получили кайф. Если у вас будет положительный опыт, вы будете чувствовать себя спокойнее, увереннее на ЕГЭ, проверено моими учениками. Желаю тебе огромной удачи, у тебя все получится, ты молодец. Пока!